Всем привет! Мы обычно начинаем на улице, потому что надо показывать вывеску, фасад, потом демонстративно входить внутрь заведения и уже делать общение, какое-то здесь интервью. Но сегодня начинаем внутри, потому что на улице холодно. Со мной вместе сегодня Саша Задерей. Саша развивает сеть, он сооснователь сети Forellis. Это одна из, мы вот посчитали, одна из потенциально крупнейших сетей фиш-маркетов, суши. И фиш-баров, на что мы ставим в Украине. Сегодня 10 заведений, это открылось 2 недели назад, то есть все свеженькое, видите, прям... Ну, 10 в Киеве. 10 в Киеве, да, еще в Херсоне. Еще в Херсоне есть. Саша, очень хочется, чтобы ты немножко нам рассказал, как этот бизнес работает, насколько вообще рынок растет. Ты же, по сути, начал расти в прошлом году, да, и, ну, заходя уже на достаточно конкурентный рынок, вот, это тоже интересно, потому что, ну, как будто бы уже считается, что суши, территория занята. Но ты показываешь своим примером, что вроде как есть еще пространство для развития. Саша, тебе слово, расскажи немножко о фарелисе. Да, расскажу о компании. Компания у нас была основана в 2018 году в Херсоне. Мы открыли такой первый большой рыбный магазин. Тогда эта ниша вообще была свободна. И мы туда добавили суши. Там рыба у нас вся полная. То есть вы начинали с рыбы, да? Да, копченая, вяленая, кулинария, суши, замороженная. То есть полностью весь спектр такой, да? И пиво, наверное. Да, и пиво туда тоже поставили. Второй нашей сеть. Рыба без пива, деньги на ведь. Да, да, у нас еще есть вторая сеть в Херсоне, поэтому. Значит, запустили, открыли первый магазин через полгода. Открыли второй такой же большой. Ну, магазины площадью 300 квадратных метров полностью. То есть это как, не знаю, 10 таких, ну, 5. Да, да, это большие, но это магазины с большими инвестициями, с большим таким капиталовложением. Понятно, что со сроком окупаемости уже, там, таким, более, там, серьезным, да? То есть и с более вероятными рисками. То есть если магазин пошел хорошо, да? Если магазин не пошел, то все, вот это, понимаете, такое. Ну, и сам продукт рыба, вот эта вот, вяленая, она, наверное, с ней нужна. Не, ну, все хорошо, оно все в комплексе работает, потому что рыба тоже, она как трафик. И замороженные продукты, это такие трафикообразующие вещи, да? Когда человек приходит, там, покупает, да, заморозку, покупает кулинарию, суши возьмет, да. Ну, модель большая, модель объемная, модель тяжеловесная. Тяжеловесная, да. То есть я вот в процессе, потом в процессе работы, я крутил модель, с которой можно выйти уже, там, на всеукраинский рынок. Первый город, куда мы пошли, это Киев. Сразу решили состояться, да? Да, решили Киев, не знаю, решили, правильно или нет, но здесь, знаете, здесь очень, ну, очень круто вырос, да, потому что очень много получил знаний и всего остального, да. Я понимаю, что заходя сейчас в любой другой регион, но это намного будет проще. Потому что ты как будто уже из Киева туда заходишь. Это интересная стратегия для региональных компаний. Да, и знаете, такое, как в спорте занимаешься, да, как штангу, там, жму 50, а тут на грудь 200 взял сразу, да, и надо тащить, потому что... Ну, не надорвался, да, не надорвался, ничего, работаем, все нормально, команда есть, там, за год отладили работу команду, 10 магазинов открыли. Сейчас еще три в процессе открытия. Завтра, кстати, открываем, что-то расставали магазин. И вот запустили, основной наш продукт, это суши. То есть сейчас вот эта модель, в которой мы стоим, мы ее назвали фишбар, интересная такая, кстати, с вашей помощью, да, вы придумали, подсказали нам фишбар. Фишбар, интересно очень, да, почему... Но здесь не наливают, друзья. Да, не наливают, потому что нам, для нас важно позиционирование, то есть быть первыми в этой нише. Для нас это очень важно. Первые форели с первой ниши фишбар. И здесь мы оставили наш основной продукт, это вот это суши, которые у нас есть. И опять же вопрос, чем мы отличаемся, да, если мы сегодня возьмем вот эти все кучи суш, которые есть, да, то, наверное, да. Собьем их в кучу. Да, процентов 90, это, ну, наверное, это суши, в которых урезаны косты, да, то есть там... Низкий ценовой сегмент, да? Да, низкий ценовой сегмент. Ты считаешь их 90%, да? Ну, да, и где-то процентов 90, большинство, да. А вы пошли в средний? Мы такой пошли в средний, уверенный такой, в средний сегмент, но не премиальный. Не премиальный. То есть есть премиальные ребята, которые работают, но мы в премиум не хотим, потому что в Киеве на сегодняшний день Филадельфия там стоит в премиальном сегменте по 300 гривен, да, где-то и 350, а то у нас в Филадельфии стоит 219 гривен. А в таком сегменте, более низком, она там в цену, там, я не знаю, 150-170, может, да. Но опять же, у нас вес 300 грамм, а там вес 200. У нас рыба, мы там хорошо ложим рыбы, там они там урезают. Ну, как бы, это моя личная внутренняя позиция, потому что для меня, в первую очередь, важно что? Это сервис и качество. То есть у нас компания, миссия наша компания восхищает людей крутым вкусом, высоким качеством и теплой атмосферой. Это то, что мы максимально хотим дать и донести. То есть я там принципиально для себя, я не хочу делать какие-то вещи, чтобы люди мне говорили, вот вы тут накрутили что-то невкусное, да. Нет, я хочу, чтобы у нас классно все было, чтобы люди кайфовали. То есть для меня счастье в том, когда приходят наши гости, они кайфуют и они возвращаются к нам повторно. У нас очень высокая частота повторных покупок. Расскажи немножко про меню. Я пробовал Форелис уже в проекте достаточно давно. Я в самом начале пробовал, потом позже заказывали. И ребята поддерживали на нашем форуме «Бизнес-колонизация», где Форелис был хитом. И я помню, когда я выходил, люди так благодарно похлопали. И для меня это было... В лучшее бесплатно было. Боже, да. Расскажи, смотри, вы делаете акцент на чем? То есть у вас меню в целом, я имею в виду классика, то есть есть Филадельфия, есть Калифорния, есть запеченные какие-то, ништяк называется. Ништяк, да, кстати, я придумал ништяк название. То есть он не дешевый, ништяк? Да, сушистого скрутил, говорю, ништяк, давай так и назовем. Он не дешевый, но он большой, довольно-таки хороший, приличный ролл, довольно-таки. И фирменный стоит у вас 369. Да, это наш фирменный Форелис, он тоже большой, он 370 грамм. То есть этим роллом можно семью накормить условно. Это наши классические, да, и самое интересное, что классика в этом сегменте, это, знаете, как и пицца Маргарита условно, да, и оно так и продает, то есть основные позиции, которые... Люди покупают в Филадельфию, да? Да, да, да. Я, кстати, Филадельфию не люблю, я вот самый топ-продаж в Филадельфии. И это у всех тогда, я еще не видел заведения, у кого ни Филадельфия, ни топ-продаж. Ты не любишь Филадельфию? Да я как-то не, я больше, почти, приветка люблю, драконы люблю, мне больше нравится. Вот эти наши премиум-люблю позиции, классные, президент обалденный, просто. А президент у нас вообще огонь, да? Да. Пишите в комментариях. Сеты, которые мы делаем, тоже сеты, большой популярностью пользуются, потому что сет можно заказать на 2-3 человек, он дешевле по цене выходит. Эксклюзивные наши меню, которые есть там только у нас. Ну, в принципе, премиум-эксклюзив. Что по эксклюзивам у вас? Ну, вот классные у нас там есть, сенсей интересный, очень любят. Есть без риса ролл, там, анка без риса, есть там черные несколько. А что происходит? Почему без риса и с чем они? А, просто убрали. С картошкой? Нет, там, такой, с рыбкой, с рыбкой, с агурационной. Просто рыбайбер. Да, да, да. Я помню. Есть там горячие, есть забеченные. То есть мы такие классные эксперты в мире суши, мы понимаем, как их делать, как их готовить в мире роллов, и мы делаем это вкусно. Как часто нужно обновлять меню? И сколько у вас вообще в самом позиции сейчас? Ну, как мы работаем? У нас есть основное меню, и мы в месяц добавляем несколько новинок. 2-3 новинки можем добавлять, можем одну, смотрим, тестируем, если не нравится, убираем. Если она заходит, это новинка. А как вы проверяете? То есть вы по продажам, понятное дело, можно смотреть? Да, смотрим, да. Не знаю, какая-то обратная связь от клиентов у вас есть? Да, смотрим по продажам. Приложуха? Да, да, смотрим по продажам. Мы ошибаться анализ полностью делаем, я постоянно анализирую, смотрю, что продается, что в А категории, что в Б, что в С. То, что в С мы убираем. Правильно говорят, что, словно говоря, 50 роллов можно сделать, там, условно говоря, из 10 ингредиентов одинаков. Ну, так где-то и получается, да. Там добавили того, там этого добавили, там поменяли, то есть и так оно и все выходит. Но у нас не 10, у нас больше, конечно, ингредиентов, да. Поэтому так оно и есть. Добавили сейчас в меню, это формат фишбара, добавили завтраки, добавили вок, супы, сэндвичи. Вы это сделали не сразу, насколько я помню. Потому что когда мы начинали проект в прошлом году, у вас что-то было, но ни супов, ни булов у вас, по-моему, не было. Да, это буквально за 2 месяца родилась эта идея. Почему? Потому что мы решили попробовать, какой формат будет стрелять еще лучше, чтобы он был очень масштабируем, хорошо масштабируем. Суши, насколько мы с тобой тогда говорили, эта штука, которая, условно говоря, утром люди суши не кушают. Ну, конечно, да. Поэтому суши-бары, все суши, шопы, маркеты и так далее, как бы они назывались, они утром простаивают. Да. А в чем прикол завтрака ваших? Японский омлет? Японский омлет, тунец, форель, креветка. Так же самое у нас и болы, и супы. То есть оно все связано на такой, знаете, рыбной тематике, да, горячий. Да, горячий омлет. Вот это вот на фоточке, да? А что он такой, полосками? А он такой порезанный, такой омлет специально сделанный. Я отдельно с омлетом японский никогда не пробовал, только внутри суши. Можем приготовить. Еще одна классная тема, которую я пробовал, потому что они у тебя были. Раньше они назывались таким смешным словом «кусь». Да, мы их называли, да. Ну, типа «на укус». Да. А сейчас называется «круг сэндвич». Значит, расскажи о технологии, или, может быть, даже потом покажем. Она очень простая, но очень вкусная и недорогая со своими деньгами. Да, мы пойдем на кухню, конечно. Очень сытная. То есть одну штучку купил, можно наесться. Ну, как бы, как такой, перекусить очень плотно. В чем, кто это придумал и как это работает? Мы взяли эту историю. Ребята, которые занимаются этим оборудованием. Не знали, что делать с хлебом, да? Да. И такая интересная, знаете, получилась, потому что как бы сэндвичи есть, да, полно круассанов и всего, да, хотелось чем-то выделяться. Заказали это оборудование. Я с твоим коллегой общался как-то с Лешей Костылевым. Он рассказывал, что вот есть три кухни самые популярные в мире. Ну, это не он придумал, это там статистика мировая. То есть пицца, есть суши и на третьем месте ВОК. Но мне кажется, что суши, пицца у нас прижились, а вот ВОК такая еще тема, которая, ну, нельзя назвать ее там третьей в Украине популярности, правильно? Что ты скажешь? Они все эти кухни, почему их так используют? В основном там одни поставщики, одни ингредиенты. И оно более, более меньше... Да, и оно более-менее все как бы смежное такое идет. Да, там вот, если мы там берем там у поставщика там на суше, на ВОК у него те же самые составляющие. Понятно, что у нас культура ВОКа еще раскачивается. У нас есть в Херсоне ВОК, мы тут запустили ВОК. Пробуем, тестим, смотрим, как оно будет идти, потому что ВОК это горячее, оно довольно-таки тоже, знаете, интересное. И рамен, да, у вас? Да, рамен, но дом. То есть мы пока убрали там другую лапшу, там или собу, и хорусаму убрали. Мы смотрим пока на этих, а остальное будем вводить, потому что... А что том-яма нет? Там вроде такой есть, да? Да, там супы, том-ям, мисо, бу-я-бэс мы поставили. То есть я не хочу, чтобы, знаешь, А, вижу, вижу. Да, больше там с Японией ассоциировали. Я хочу, чтобы нас больше ассоциировали с экспертами в рыбе. В рыбе. Потому что там бу-я-бэс, это же как бы не японская тема, да, это там французская тема, это суп, который мы умеем классно готовить. Ну, прикольный. Тот же том-ям, но это те позиции основные, которые там... Люди уже привыкли. Это, знаешь, как там в мире там супов, да, что вам там там-ям, да, или борщ, да. Самый раскрученный бренд. Надо компанию так назвать, там ям, у вас сразу клиенты будут. Так, бу-ю, понятно. То есть, да, это как бы для расширения меню. И что в итоге получилось? Это какой процент продаж, вот эта вот не суши-часть? Еще месяц мы не отработали. Когда мы месяц уже снимем, я хочу уже проанализировать. Не здесь целый, в других заведениях. А это только, что мы в одном заведении. Только здесь? Да, да, да. Да, это у нас первый формат такой пилотный, который мы запустили. В остальных форматах у нас все-таки осталась рыба копченая, вяленая, осталось живое пиво, остались суши. И мы сейчас можем на другую локацию поедем, там еще есть пицца. Кстати, от пиццы мы решили отойти, потому что по пицце очень большая конкуренция. То есть мы уже решили все-таки сфокусироваться на направлении суши, рыбы, суши. Что-то не пошел в премиум сегмент. Там же, я так понимаю, ребята имеют, все-таки больше маржу. И это позволяет им учитывать эти изменения в цене, не знаю, еще в чем-то. Знаешь, а сколько у нас тех премиум людей? Давайте посчитаем. Давайте все перепишку сделаем. В комментах у нас этих премиум людей. Это очень маленький рынок, ты говоришь, да? Я думаю, да. Это можно развиваться только в Киеве, наверное. Ну, да, да, какие-то большие города. Наша задача быть в каждом городе Украины и не только Украины, потому что у нас амбиции большие. Амбиции выходить за пределы страны и развиваться. И быть в городах, в которых даже есть население 50 тысяч человек. Вот 50 тысяч. Вот 50 тысяч человек. Ну, то есть почему бы не зайти в тот же там Энергодар условно. И это, кстати, наша тоже одна из ценностей. Мы про открытость, потому что вот вы видите повара. Вот у нее нашивки из Форелис, у нее есть рыб наколки. Наши разговаривают систему наколки. Я, кстати, очень приветствую. Наколки классные. Молодежь сейчас и без наколок, это, знаете, это не молодежь. Это странно. Да, да. Это редкость, да? Поэтому бороды наколки, пожалуйста. Это ништяк, ребята, смотрите. Ништячечек. Вот никто не знает самой большой суши-сети в мире. Все знают Папа Джонс, там, Доминос. Это пицца, да. Пицца Харкодональдс. Бургер, вот этот как его, бургер. Буя Кинг. Да. Вот. Но никто не знает самую большую сеть. Она какая-то есть, разумеется, самая большая, но типа... Ну, такой мировой, глобальный. Типа там, по-моему, 2000 или 3000 заведений, но это не как у Макдональдса 40. Вопрос даже не количества заведений, а именно, что как будто бы, как будто бы суши, это еще и в мире в целом не закрытая территория, да? То есть в плане конкуренции. Да, я считаю, что да. То есть много разных доставок, да? Там много разных заведений. Но какого-то такого глобального игрока, сильного игрока, да, вот как такой системной компании, его нет. Доставка у вас есть, да? Да, мы делаем доставку. При каждом. Просто сейчас все, да, с пандемией кинулись в доставку, и оказалось неожиданно, что курьеры, где-то была статья или какое-то исследование, не помню, зарабатывают иногда больше, чем... Чем собственники бизнеса. Чем собственники бизнеса. Это просто смешно было. Да, мы развиваем это направление сейчас, но мы больше так работаем пока доставкой на такси, потому что если мы возьмем сейчас на все точки курьеров, возьмем затраты, да, это и на рекламу, потому что что такое доставка, это реклама. То есть мы сейчас как бы себе рассматриваем и такого хорошего IT-партнера в компанию, да, который нам будет... IT-партнеры, пишите, Саши, в истории зайдет в компанию, тоже даст определенный плюс на компании. Да, это что? Это завтрак, да. Ух ты, ребят. А можно я покушаю? Я просто очень голодный уже. Очень вкусно, я не могу крону. Можно я отдаю? Давай, компотик может? Я недавно узнал, что макать в соевый соус нужно рыбой, потому что у риса уже есть своя какая-то приправа, когда он варится, а у рыбы обычно она чуть пресная. Но вот такой я опасаюсь, поворачиваясь с рыбой, потому что она все упадет. Я тебе скажу так, это все, может, где-то в Японии, там, где рыба сырая, да, мы рыбу, кстати, мы не делаем сырую рыбу, мы подсаливаем. Вы, кстати, до сих пор думаете, что в суши сырая рыба? В наших сушах. Во многих суши сырая рыба используют. В МКИ? Много заведений, да. Да, много заведений. Мы принципиально не используем сырую рыбу, потому что мы ее обрабатываем, мы солим ее, мы ее подсаливаем, там, у нас специальная, там, есть технология. Потому что все-таки, ну, с сырой рыбой работать стрёмно. Тем более, когда на масштабирование, ну, неизвестно, какой будет человек на смене, знаете, а за это потом нести ответственность нужно. Смотрите, не делайте. Вот я хочу просто показать, насколько это простой в ингредиентах. То есть, видите, это обычный тостовый хлеб. Слайс этого плавленого сырка. Так, что еще? Так, сыр вершковый. Что еще? Креветочка. Ну, это с креветкой, бывает и с курицей. И кабовая палочка, да? Да. Да, ну, краба не ложим, извините, да. Извините. Ну, и что дольше всего готовится? Наверное, завтрак? Да, не все, но там где-то 4-5 минут готовится, да. То есть, мы очень быстро. Когда мы будем понимать, когда встанет поток, у нас есть там продумана технология, как делать заготовки, чтобы это отдавать еще быстрее. Но людей немало, да? Вот я смотрю, 4 человека сейчас на смене, когда все на кухне работают, да? Ну, у нас стажируются еще, да. То есть, у нас 3 человека. 3 человека. В этой модели работает 3 человека, в формате суши-шопа работает 2. А в штате сколько? А человек просто стажируется. Ну, смотря как. Они бывают, работают там неделя через неделю, бывает 3 через 3. То есть, это как уже там HR график и строят. Но вообще, в таком формате 3 человека на смене в заведении этого достаточно. Показывай. Сейчас вот самое интересное. То есть, мы все это накидали, кладем в такой пресс, да. И вот вы сейчас увидите, что вы не узнаете этот продукт. То есть, если вы не знали, как он делается, вы не поймете, что это из тостового хлеба. Я когда Саша принес первый раз, я думал, типа, это же какой-то специальный замес, мука, тесто. О, вот смотрите. Вот скажите, это тостовый хлеб? Нет, это... А, еще и обрезается вот так, да? Вот разве это... Ну, то есть, ты не поймешь, кто-то придумал такую штуку, да? То есть, если есть оборудование специализировано? Ну да, да. Я такое не встречал нигде в Украине вообще. Какая колористика? Красный, желтый, зеленый, беленький, да? То есть, приятно. Скажи, пожалуйста, про эти интересные нашивки у девчонок. Что это такое? Как это работает? Это у нас ранговая система. Вот у нас девочки, которые работают недавно, там и мальчики, и девочки. Это какая рыбка у вас? Это форелька. Это первый ранг. Это первое? То есть, да, это заведение открыли, и у нас первые три месяца они на ранге форелька. Потом второй ранг они делают, переаттестацию сдают. У них идет ранг, это касатка идет, это второй ранг. Третий ранг это пиранье. То есть, у нас все рыбное, да. Уже там потом барракуда, акула. И у нас есть такой... Там шесть рангов, получается, основных. Есть седьмой ранг. Такой есть, такой золотой значок с акулой в костюме. Есть эта футболка. И поэтому те же франчези, которые будут заходить, они тоже будут уже как, знаешь, как причастные компании в пиджаках. Поэтому это такое тоже. Так, то есть, кракена у вас нету, да? Ну, ладно. И с каждым рангом у них повышается зарплата. У них там есть определенная финансовая мотивация, не финансовая мотивация. То есть, у них идет бонусы идут определенные. И на эти бонусы они могут принять на подарки. Да, у них и скидка на продукцию у всех. От подарков, от смарт-часов, до, там, поездки в Египет, да, если они насобирают количество баллов. Прикольно. То есть, мы такую систему продумали. Мы сейчас дописываем приложение, в котором они будут постоянно видеть свои рейтинги. Приложение только для сотрудников? Да, для сотрудников. Они видят, на каком они ранге находятся, что они, допустим, сегодня, да, какие они баллы получили, потому что у нас там все идет оцифровано. Кем или чем вдохновлялся, когда вы придумали эту историю? Я вообще кем вдохновлялся? Я вдохновляюсь старбаксом. Я вдохновляюсь этой компанией. Я вдохновляюсь макдональдсом. Это те основные компании, на которые стоит равняться. Сейчас там компания, это Додо Пицца, да, в чинниках, на которые смотрю. Я тоже, я всем говорю, что это лучше форекс из Басима. И считаю, что это рейк-рок нашего времени, потому что человек там условно с ничего построил там сеть пиццерий, там, да, в 700 точек, там, за сколько, за 10 лет, да. Это очень большой уровень. Ну, и я там, я читаю Федора, я там очень, ну, я сейчас первую книгу его прочитал, очень круто там, видео смотрю. Ну, действительно, там, молодцы. И они там, они делают правильно. И они тоже, они, они не про бабки, в первую очередь, да, не про какие-то другие вещи. Они про миссию, они про ценности, да. Управляющая компания начала всего пару лет назад зарабатывать прибыль. Да, они 7 лет были в убытках, да. Они только вышли на прибыль, поэтому это такая долгая история. Тут невозможно в этом бизнесе так, что ты сегодня открыл точку, да, ты там все, там, там, зарабатываешь кучу денег. Через год у тебя 270, сушим баром. Времена закончились еще, мне кажется, году в 2017-18 до пандемии, да. Сейчас уже другие алгоритмы работают. Поэтому тут надо уже правильно не там самому там делать что-то, открывать. Вот есть, допустим, мы компания, мы берем франшизу, мы уже даем готовую модель. Мы на этой модели уже коня с телега съели условно, да, и мы знаем, что, где, как сделать, как сделать быстрее, как лучше, что надо, что не надо. А у вас канина тоже есть? Канина. Я думаю, если рыба закончится, то будет канина, да. Тихонечко, ребят. Это такой лосось очень. Копченый. Да. Сами точки, да, модель, которую мы предлагаем, они есть там при определенном количестве чеков и среднем чеке, они выходят на прибыль, да, и они окупают себя за 2 года. То есть раньше можно было это сделать быстрее, да, то есть, ну, конечно, говорю, там, в 2017-2018. Нормально. Два года, это да. Это сейчас средний такой показатель на рынке франшиз, то есть окупаемость до 2 лет, это окей. Есть у нас точки, которые там себя окупили там за 9 месяцев, и здесь даже в Киеве. Есть такие, да. Но мы, когда мы франшизе не обещаем, что ваша точка купит себя там за 9 месяцев, вы там будете. Нет, у нас есть, как мы считали франшизу, у нас есть средний взвешенный показатель по кругу, мы посчитали среднюю, еще чуть-чуть срезали, то есть я не хочу никого обманывать, никому рассказывать, что вы сказки вот эти говорить, что вы там вот будете, ребят, если вы будете, возьмете франшизу, вы будете пахать, вы будете зарабатывать. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы эту систему построить у вас в городе. У нас есть также вторая модель управленческая, при которой мы там готовы принимать инвестиции, открывать объекты, но в Киеве и управлять этими объектами. Пассивная франшиза. Пассивная франшиза. Об этом мы поговорим на следующей локации. А здесь я еще хотел закончить с Федором мысль, что у них же изначально был большой акцент на IT. И он себя давно уже называет не питание, не общественное питание, не кофе, не доноры. Это IT-компания, которая развивает бренды в сегменте еды. Что у вас софтом? Вы в этом смысле куда движетесь? Я слышу, у вас есть приложение для сотрудников. Мало кто делает приложение только для сотрудников. У нас есть приложение наше, у нас есть сайт, у нас мы делаем приложение для сотрудников, у нас операционная система стоит, но мы работаем сейчас с перешиной Айка. Это такая для общепита самая такая хорошая, сильная программа с хорошей аналитикой, с умной аналитикой. То есть мы ее сейчас изучаем, потому что ранее мы работали на постере, это все тестировали. А вообще у меня в Херсоне еще другие программы есть. Тут же вопрос в том, чтобы эта программа связывалась с сайтом и приложением, потому что это одни IT-шники условно, сайт приложения, это другие IT-шники, им надо между собой нормально синхронизироваться, чтобы это все работало. Потому что у нас, допустим, у нас такая карта. Вы сами писали его? Ну да, наши IT-шники его делали. Это количество точек по Киеву, которые у нас есть. А что разноцветные все? Вот так ребята поставили, решили сделать. Это карта, то есть ты можешь по-моему, и сосканировать, и тебе сразу сюда приходят баллы, накапливаются, которые ты можешь записать. То есть приложение, обычное приложение, ничего в нем такого. Я этим приложением никого не удивлю, допустим, если мы говорим за большие компании. Если мы говорим за маленькие компании, то это, конечно, интересно, потому что это классное доп. преимущество. И у нас процент продаж приложений где-то, ну, наверное, процентов 70 это приложение, а процентов 30 это сайты телефон. Ну, это в контексте современных стран. Да, и мы тоже. Скажем так. А вы считаете себя еще в той компании? Большой, маленькой, средней? Да, мы еще большой компанией себя не считаем. А сколько команда именно управляющая? Без команд... Если мы говорим за Киев, если мы говорим за Киев, если мы говорим за Киев, то управляющая команда 12 человек сейчас. Да. Это те, которые... Как в Инстаграме, когда они продались Фейсбуку за миллиарды. Тоже было 12. Если мы... Там у нас еще отдельно, что на аутсорсе очень много людей. Те же айтишники, которых мы не считаем, они на аутсорсе. Те же ребята, которые открывают объекты, строители, вентиляции, все остальное, подрядчики, это на аутсорсе. Компания сейчас в Киеве со всем с линейным персоналом совсем за год это около 60 человек. Да, 60 чем-то, да, получается? Больше уже, да? Больше, да? Уже 70. 70 человек. Очень много было вариантов, но вот форелис как лягло, вот форелис, да? А потом мы его уже расшифровали, чтобы наши сотрудники наши ценности запоминали. Знаешь, как... У тебя там F, O там, да? Да, да, F это финансовое развитие, O опрятность, R это рост, E это эстетика, L это любовь, это лидер-вдохновитель, и идейность, и S это скорость. То есть вот в этих буквах мы расшифровали все наши ценности. Подбили, да, наверное, специально? Ну вот, как бы, чтобы запоминали хорошо, да. Ребята, я так, я спрашивал, заморозка или нет, вот, пожалуйста, это не заморозка. Да. Оно во льду приезжает. Прикольно, кстати, в таком пенопластном, да, коробке. Мы вернулись туда, где для меня все начиналось, потому что в этом заведении на проспекте Бажана в Киеве мы приехали, это первый был форелис для нас, чтобы посмотреть, как это все работает. Вот, это получается один из первых. Да, это один из первых, да. Это после нашей такой, наших тестов, нашего одной неудачи, мы заехали в эту локацию и поняли, что в принципе эта локация там неплохо идет. У нас был первый блин команд, да. У нас был. Открылись в бедном районе и с нашим сегментом оно чуть-чуть не пошло. В чем он отличается? Во-первых, мы видим витрину с рыбой. Да, это как у нас формат такой, больше суши-шоп, там, где у нас есть пиво, там, где есть рыба, там, где есть суши. Тут у нас еще в этом формате есть пицца, но от пиццы мы сейчас вообще отказались. То есть мы решили пиццу убрать, чтобы уже там не растеривать, как говорится, наше позиционирование, да. Да, типа к тома. Да, четко убрать фокусировку, да. Потому что вопрос к тома, он очень важен. Что мы все-таки про суши, про рыбу. Да, вот этот комбайн, он не всегда хорошо работает. Сразу видим совершенно другое меню в плане дизайна. Это первое меню, которое у нас было. Первый такой формат. Мы сейчас перешли на другое меню, оно более красивое, красочное, понятное. Еще эти квадратные рулы у нас были. Да, да. Да, это мы, кстати, да, еще мы тогда квадратные снимали. Сейчас уже перешли там на круглые, другие вообще, другой вид. Ну, ты же видел то меню, да, и это меню, и небо, и земля. Конечно. Это тоже все в процессе эволюции, в процессе работы оно все. Ну, сколько этой точки? Ну, это и год уже. Год уже, всего лишь. Год, такая трансформация. Что будет через год, да, Саша? Да, мы за год, кстати, много трансформировали. Мы очень гибкие. Я же говорю, мы за год что? Мы за год определились то, что мы там убираем пиццу, определились с форматом, определились, куда нам заходить. То есть, и каждый имеет... Подписали договор с франчем, тоже важнейшее достижение этого года. Да, мы не подписали договор с франчем, мы уже упаковали франчизу с франчем, да, и уже собираемся это все дело развивать. Класс. Давай поговорим о форматах, да, то есть, есть три разных, мы видели, да, видим два, да. Что за третий? Фиш-маркет. 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 Тоже небольшой формат. К примеру, в Херсоне у нас большой формат фиш-маркета, да, такой рыбный магазин. Здесь мы хотим взять такую площадь небольшую, 70-90 квадратов, опять же, для чего? Чтобы была подъемная сумма для инвестиций и сумма для рисков, она была не такой большой, да, потому что, если мы говорим за форматом 250-300 квадратов, то есть, ну, там, ценник, там, 300 плюс, да, условно, не каждый готов достать сегодня 300 плюс и открыть такой магазин. То есть, за эти деньги, там, человек может открыть, там, там, условно, там, 4-5, 5 фиш-баров. Признаемся, что сейчас времена этих дорогих ресторанов, они уходят уже. Да. То есть, оно маленькое, компактное, быстро масштабируемое. То есть, наша задача, там, открывать, там, там, от двух до четырех локаций в месяц то, что мы можем сделать. Ваши возможности для этого есть, да? Да, наши возможности, да, да. Окей. Давай поговорим об инвестициях. Самая, ну, это, комфортная сумма для входа в любой Форелис? От 40 тысяч долларов. 40 тысяч долларов. Да, это плюс, там, полушальный взнос идет, который у нас есть. Это очень, очень комфортный вход. То есть, мы считаем, в целом, что рынок франчайзинга, если мы говорим про работу с активными франчайзи, он где-то, вот, на 40 тысячах, это, вот, массовый сегмент. И это 45 квадратов, это такой небольшой формат. Если мы говорим за фиш-маркет, это, понятно, это формат уже, там, 70-80 квадратов, и сумма инвестиций выше, потому что там дороже оборудование, там больше площадь, и, как бы, каждый квадрат площади, он же стоит по стоимости аренды материалов и всего остального. То есть, там, ну, там сумма инвестиций будет выше, то есть, тут уже надо смотреть под объект. Кому что выбирать? Где какой формат пойдет? Здесь мы почему сделали такие форматы? В одном формате это, условно, на районе, да, то есть, это можно купить суши, пиво. Второй формат это фиш-бар, это больше центр, это посадка, это присесть, перекусить. И в этом формате нет алкоголя, нет пива, нет рыбы, то есть, там больше кулинария, рыбная кулинария, суши, вокс, сэндвичи, там, рыбные вот эти всякие. Где мы были только что. Киши, там, рыбные, там, пироги, торты и все остальное, да, то есть, такой формат. Как бы, фиш-маркет, это, опять же, это районная история. Это где-то район, рыбки купить, да, там, селедки, всего остального. Ну, вот, посадки, да? Да, ну, опять же, это такой, если мы говорим за фиш-маркет, там, больше должен быть ассортимент и, там, слабосоленая рыба, не только, там, вяленая, копченая, да, и кулинария, и все такое. То есть, мы можем это делать, как бы, и... А кто поставщиком является для франчайзи? Поставщиком у нас есть основные ингредиенты, которые идут, там, через нас, которые мы, там, даем поставщиков рекомендованных, да, и мы это строго регламентируем, да, что мы не было, там, взяли дешевле, там, еще что-то, там, где-то качество попортили. В реке выловили, да? Нет, да, поэтому, как бы, да, у нас есть поставщики, то есть, мы, там, даем эту базу. Есть две модели, пассивная, активная франшиза, опять же, на всякий случай, для тех, кто пропустил, активная франшиза, это классика жанра, вы инвестируете, и вы, по сути, работаете, то есть, вы активно, активно управляете этим бизнесом сами. Пассивная модель вы не управляете, и, более того, даже, вам не стоит, не рекомендуется это делать, у вас нет такой возможности, то есть, вы проинвестировали, получаете дивиденды, сейчас поговорим по условиям, и, в принципе, выступаете в роли уже такого пассивного инвестора, но при этом все равно имеете возможность приходить, заказывать, кушать, и говорить, что, в общем-то, это мое скидку вы получите неплохую, да? И что вы партнер в этой точке, да, партнер в этой точке. По условиям пассивной франшизы интересно поговорить. Какие у нас условия по пассивной франшизе? Если есть инвестор, который хочет инвестировать в компанию, но не хочет управлять? Не хочет управлять, то есть, мы там заставляем два договора, да, один франчайзинговый, второй в том, что он нам передает в управление, мы тогда полностью объект от открытия до запуска процессов, до уже управления мы полностью всем этим занимаемся. Объект мы открываем примерно это до месяца, то есть, когда мы уже взяли точку, подписали договор, месяц нам надо, чтобы уже момент... Поиск помещения обычно сколько времени уходит? Ой, это все по-разному. Это поиск, может мне сейчас звонить человек, пока мы общаемся, говорит, Сань, есть помещение, давай забирай. Да, можем так искать месяц, два, то есть, как бы тут... Помещение это самое основное, потому что мы... Те заведения, которые все-таки находятся на первых линиях, которые должны быть видны, да, и часто, знаешь, поиск помещений, он может тормозить. На данный момент есть два варианта, вот пока мы с тобой сегодня снимаем эту программу, есть там два варианта условно, куда можно зайти сейчас, да, то есть, не знаю, может, там завтра их уже и заберут. То есть, поэтому, как бы, будет и кому интересно, мы там готовы. А, ты между конкретной локацией. Да, конкретной локацией, да. Я только думаю, что со временем у вас, вы будете накапливать базу таких помещений и... Ты знаешь, вопрос в том, что хорошие помещения не стоят. Не стоят, да. И мы немножко по-другому подходим. Мы, когда подпишем договор, будем подписывать договоры с франчези, то есть, мы уже берем аванс какой-то, и человек должен сидеть на деньгах условно, да, и там... Я понимаю, что он готов там проинвестировать в эту точку, потому что локация хорошая, она появилась, ее забрали. Да, а быстро подписывать ее... Локации плохие, они стоят там, будут стоять, и мы еще не будем говорить там... Тем более, что мы на таких условиях заходим, что если мы являемся партнером этой точки управленческой франшизы, то и риски мы делим напополам, и совладение у нас напополам идет этой точкой, да. То есть, понятно, что изначально мы возвращаем инвестору его инвестиции, да, после мы уже там делим это все 50 на 50. То есть, если мы показываем заявленные цифры, которые у нас финмодели, и мы... То есть, если план продаж выполняется? Да, тогда мы делим 75 на 25 до окупаемости, 50 на 50 после. Если план продаж мы не выполняем... Чистой прибыли. Да, чистой прибыли, то тогда мы там сдвигаемся в сторону 100% в пользу инвестора, и уже там инвестор получает свою окупаемость полностью, до момента окупаемости. После делим 50 на 50. То есть, мы как бы готовы... То есть, ну, это вполне честно, то есть, как бы если точка работает хорошо, то инвестор получает, то есть, ну, точнее, и вы зарабатываете при этом. То есть, для вас это интересный бизнес. Кстати, есть предложение на рынке, где там 100% до окупаемости. Тоже такое может быть, но надо понимать, что сама компания управляющая, и тоже нужны деньги. Ну, конечно. Нельзя инвестору все загребать себе, потому что он же этим бизнесом не управляет, и он заинтересован, чтобы у офиса была... Конечно. У нас идет плата за управление 4,5%, которую мы ставим. То есть, это идет как и royalty в классической модели, так и в управленческой плата за управление. Потому что офис, он довольно большой. Людей надо всех тоже кормить, содержать. И с этапом масштабирования людей надо добавлять в компанию. Потому что на каждый процесс, даже вот мы там видим телевизор, который крутится в видеоролике. Сейчас у нас там человек, который руководит 3-4 процесса. В дальнейшем мы отдельно будем садить человека на монтаж видео, на вот эти рекламы и все остальное. Это ваше мнение? Да, да, это наше видео. То есть, у нас это все удаленно управляется удаленной системой. И это все настраивается вообще там с компьютера. Поэтому, ну, к примеру, да, я говорю, например, да, отдельно там человек на аналитику, там RFM-анализ, да, на маркетинг, которого надо садить. Потому что маркетинг – это широкий спектр, да. Это не только там SMM, это не только там таргетированная реклама, там бренд-маркетинг, это еще есть там работа с клиентами, RFM-анализ, который мы сейчас сводим, да, с которым мы будем работать. И это тоже, ну, фокус человека. Все-таки по модели пассивной франшизы надо отметить, сегодня это только Киев и, наверное, сателлиты, да? Да, сателлиты, да. Потому что нам важны партнеры, которые понимают наши ценности, для которых тоже там вкус, качество, сервис, они на первом месте стоят. Вот видите, это у нас Юрчик, он у нас на третьем ранге уже, пиранье. Юрчик уже опытный сушитель. Чтобы его не сбить, вот на левой руке, Андрюх, уже пиранье. Вы чувствуете себя пираньей? Конечно. Вы знаете, что вы можете поехать в Египет? Конечно. Программа, как говорится, объяснена. Как это, кстати, работает, скажи, пожалуйста, именно в торговом центре? То есть, Андрей, поверни, пожалуйста, покажи. То есть мы находимся, я думаю, что нас нову за это не убьет. Мы находимся в супермаркете огромном на проспекте Бажана. Кстати, кто из Киева, заходите попробовать перед покупкой франшизы на вкус. Я думаю, что это прямо обязательно даже, чтобы тебе продукт нравился. Как это работает в формате супермаркета? Такого открытого заведения. Ну, супермаркет дает трафик. Супер работает? Ну, работает, да. Ну, хорошо, сравнимо с чистым оффлайн. Смотри, я тебе так скажу. У нас есть ни в одном супермаркете, там в новусе, в ретро-вилле, а есть новусе в других форматах. Где-то работает хорошо, где-то работает хуже. Тоже в зависимости от трафика, в зависимости от размера точки. У нас есть локация, которая 27 квадратов. Но мы такую модель не предлагаем, мы видим по ней, что она там слабоватенькая немножко. То есть мы франшизе не предлагаем больше такую модель. Хотя у нас есть такие точки. Но вы их не закрываете, не переносите, они работают? Да, они работают, они какой-то там дают небольшой плюс. Но я понимаю, что франшизе такую историю не хочу рекомендовать. То есть я хочу рекомендовать то, что уже проверено, то, что уже отточено. Потому что это у нас есть формации жилых комплексов. Да, у нас есть локации Comfort Town, Fine Town, которые в принципе там себя показывают. Есть такие вот форматы, да, там Bajinar Retroville, которые тоже себя. Hit Mall торговый центр у нас. Мы вообще, я хочу сказать, что по управленческой франшизе, когда выйдет видео, да, мы первым, кто придет условно по промокоду FRANCH, скажу, что он просмотрел видео, да, мы дадим 3 скидки на полушальный взнос 30%. Класс! 30% скидка на полушальный взнос, а это ни много ни мало, но это несколько тысяч, как бы, поэтому. Ребят, я очень на вас рассчитываю тут, потому что, как бы, такие суперусловия дают, ну, я серьезно, на самом деле, 30%, ну, это нормальные деньги. От себя, вот мы тут с Сашей ехали, в машине общались, он у меня спросил, как ты вообще оцениваешь перспективы, там, нравится ли тебе, там, концепт. Что мне здесь нравится? Мне здесь нравится, в первую очередь, позиционирование, которое занимают ребята. То есть, есть очень много форматов с низкой, низкой ценой, а вот средних таких форматов, их крайне мало, а есть люди, которые хотят, они хотят, на самом деле, немножко экстра заплатить, чтобы получить лучшее качество. Вот, поэтому позиционирование интересное в сегменте, то есть, не очень дорого, но при этом и недешево, и отличия, ну, честно, они там минимальны или отсутствуют полностью. Вот, поэтому это нравится. Что еще нравится, ребята все-таки оптимизировали очень сильно форматы, то есть, от 40 тысяч долларов суши что-то открыть, ну, то есть, только вот в сегменте низкой цены. То есть, что-то такое уже, скажем так, приличное, да, уже сразу говорят, ну, конечно, 100 тысяч готовьте. Нет, то есть, от 40 тысяч инвестиций, это очень доступный вход. Все вот эти детальки, которые мы прорабатывали там ежегодно, да, на протяжении там 4-х лет, и управленческий менеджмент, и систему, и каждую коробочку, там, каждый момент, да, то есть, то, что вы там покупаете. То есть, смысл... Вы еще берете экспертизу, да. То есть, смысл хорошей франшизы как раз в уплотнении экспертизы, когда, знаете, прессуется бизнес-модель настолько, что из нее вываливаются вот эти лишние детали, которые только являются избыточными. Потому что, ну, мы же бизнес делаем, мы же не открываем, там, не ремонт в доме, да, потому что для себя. Мы делаем этот бизнес, который должен, конечно, направлен быть на клиента, но он должен работать, в первую очередь. Друзья, оставляем заявочки, ссылка будет самая первая, вот, в описании. Вот где-то здесь у меня рука не дотягивается, но вы, думаю, там, мышкой или пальцем дотянетесь. Оставляйте заявки, потому что мы сейчас хотим потестировать эту историю в ограниченном формате, то есть не будет, там, массовой экспансии сразу 100 точек, то есть хотим попробовать с тремя, которые получат скидку плюс еще, да, на вступительный взнос. Все, вперед действуйте и занимайте территорию, нишу в своем городе в формате активной или последней франшизы. Да, территория свободная еще, да, поэтому. Круто. Саш, вам удачи. Давай что-то поедим еще, пожалуйста. Давай, что ты хочешь? Суши, пиццу. Продолжение следует...